Добрый день! Сегодня расскажу про Индийский океан. Итак, само название Индийского океана, как вы можете догадаться, происходит от названия страны Индии, которое было еще известно древним грекам. Давайте посмотрим, как выглядит наш океан на карте мира. Это третий по величине океан, значит, он уступает, естественно, Тихому и Атлантическому океану. Посмотрите, если мы не будем учитывать Южный океан, то у нас такая ситуация, что омывается. Первое, это Евразии, то есть омывает берега Евразии, Африки, Антарктиды и Австралии. Антарктиду мы убираем, если у нас про Южный океан. Береговая линия довольно-таки оказывается изрезанная, особенно в восточной ее части, где у нас группа островов. Какие же здесь нам встретятся основные моря, заливы и проливы? Конечно, их очень много, но мы самые-самые основные с вами можем вспомнить. Это Аравийское море, Красное море, самое соленое море в мировом океане, Андаманское море. Заливы, Аманский залив, Персидский залив, Аденский залив и Бенгальский залив. Проливы Мозамбикский и Малакский. Вот так ключевые выглядят объекты нашего с вами Индийского океана. Давайте пройдем дальше. Итак, как у нас сформировалось дно океана, какова его геология и тектоника. Значит, точно так же, как и большинство, как и все остальные океаны, Индийский начал формироваться, когда у нас пошел распад литосферных плит, распад Гондваны и Лавразии. В частности, это произошло в Мезозое. И мы можем наблюдать три вот такие ветви срединноокеанических хребтов. Вот они здесь. Как они проходят. Значит, по ним видно, что вообще, в принципе, Индийский океан, он состоит из нескольких таких вот кусочков тектонических. То есть, под его водами лежат плиты разных, лежат разные литосферные плиты. Процесс спрейдинга. Начинает формировать срединноокеанические хребты. И, соответственно, там у нас такие подводные горы начинают формироваться. Также ложе океана разделено на три части, которые входят в разные литосферные плиты, о чем я уже сказал. Наиболее крупные образования это зонский желоб, который вот здесь проходит. Он уже формируется в результате субдукции, подныривания одной плиты под другую. Климат. Если мы с вами уберем Южный океан, то все климатические пояса, кроме... Да, все климатические пояса у нас здесь присутствуют. Значит, если мы наоборот Южный океан будем считать, тогда у нас выпадают два. Это, значит, субантарктический и антарктические климатические пояса. Обратите внимание, что в целом у нас большая часть океана располагается в южных широтах. И это в основном теплые широты, а не холодные. Также здесь у нас действует... Соответственно, температура воды будет, значит, довольно-таки высокой. Также у нас здесь действуют и центры действия атмосфер, которые формируют области повышенного и пониженного давления. Это зона пониженного давления в умеренном поясе в южном полушарии. Это повышенное давление субтропического антициклона. И это экваториальная ложбина, которая проходит в поясе экватора. Там, где низкое давление, соответственно, выпадает большое количество осадков и много дождей. Соответственно, там повышенная облачность. А вот где высокое давление, то там, наоборот, преобладает ясная погода. Но не в зависимости от того, какой у нас центры действия атмосфер, высокое давление или это низкое, на территории именно нашего с вами Индийского океана хорошо развит муссонный тип климата. Особенно вот это все, что касается восточных побережьей. Это вот такая вот особенность именно климатическая. То есть влияние климата будет довольно-таки серьезно именно Индийского океана на побережье. Течение. Значит, ветра дуют определенным образом. Если вы посмотрите, то в основном здесь у нас преобладает против часовой стрелки, потому что это южное полушарие. Значит, и там большая часть у нас располагается именно нашего океана. И здесь у нас есть холодные течения, такие как западно-астралийское. Да, оно приносит воды из более холодных широт, вот именно вот этих южных, к северным более теплым. Формируя здесь побольше области высокого давления. Соответственно, если это область высокого давления, то и количество осадков будет выпадать мало. И западное побережье Австралии будет страдать от засухи. Зато восточное побережье, посмотрите, это в основном теплые течения, значит, которые будут приносить с собой, они идут из более прогретых в более холодные широты. И, соответственно, будут приносить с собой не только тепло, но еще и влагу. Формируя довольно-таки такой вот теплый и влажный климат. Также у нас с вами есть и нейтральные течения, которые вызываются ветрами, они переносят воду, но не слишком влияют на климатические изменения соседней суши. Температура и соленость океана. Средняя температура плюс 28, посмотрите, это чуть больше, чем в наших предыдущих океанах, которых мы смотрели, это Тихий Атлантический. При этом соленость выше 36 промиллей, когда средняя соленость для мирового океана, она составляет 35. Значит, опять-таки это связано, что большая часть этого океана располагается в теплых широтах, соответственно, выпадает, несмотря на то, что осадки там, конечно, выпадают, но вот испарение тоже высокое и, соответственно, прогрев воды тоже немаленький. Тут же у нас с вами располагается самое соленое в мире море, это красное, которое отличается от 41 до 42 промиллей, но это максимум. С чем это связано? Это у нас тропические широты, это раз, второе, рядышком находятся берега, оно как бы внутреннее оказывается, тут, соответственно, закрытое море. И испарение очень активно происходит. А вот за счет того, что рядышком пустыни рек, которые впадают, их очень-очень мало на территорию Красного моря. То есть, опреснителей нет, зато активно идет процесс испарения. Вода испаряется, соль остается и повышается тем самым соленостью. Флора и фауна. Значит, из водорослей здесь будут преобладать сине-зеленые. На экваторе будет наблюдаться очень высокое разнообразие всевозможного планктона. И тут же у нас промысловные виды рыб, в том числе тунец. И Индийский океан – это один из самых больших ареалов обитания морских черепах. По экологии. Значит, здесь у нас с вами проблемы, связанные с сокращением биоразнообразия. То есть, животных и разных видов рыб становятся поменьше. Они исчезают. Ну, поскольку даже нисколько это связано с охотой на них, чтобы их там специально истребляют. Меняется та привычная среда обитания, в которой они находятся. И, к сожалению, здесь очень тяжело что-то сделать. В частности, вот кашелоты страдают. Значит, отходы от нефтяной промышленности тоже очень часто сбрасываются на территории океана. Тут же у нас находится через Персидский залив идут нефтедобывающие страны. Перевозят свои нефтяные запасы, выкачанную нефть. И иногда случаются аварии, и эта нефть разливается. Велико загрязнение тяжелыми металлами и изменение уровня мирового океана. То есть, в связи с глобальным потеплением, очень часто у нас Индийский океан увеличивает свои воды за счет таяния ледников. Полезные ископаемые на территории Индийского океана могут вести добычу нефти и газа, титановые руды, фосфоритов и олова. Транспорт. Посмотрите, это транспортные пути. То есть, океан тоже довольно-таки популярен в передвижении. Он связывает Австралию с Европой. Он связывает Азию и Европу по южному пути. И еще у нас добавляется Африка. То есть, довольно-таки обширная транспортная сеть. Крупнейшие порты сюда можно включить. Это Дубай, Мумбай, Коломбо, Калькутта и Янгон. Давайте подведем итоги. Особенностью природы Индийского океана связана с его расположением в теплых широтах. На территории океана расположены три мощных срединноокеанических хребта. Особенностью циркуляции водных масс напрямую связана с ветрами и центром действия атмосфер. Индийский океан самый теплый из всех. В нем велико разнообразие видов животных и растений. Но они находятся под гнетом рыболовов и нефтепромышленников. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok